Чайный сифон Чайный сифон Придумал концепцию использования сифона для приготовления чая На самом деле, безусловно, кто-нибудь когда-нибудь чай в сифоне готовил Потому что прибору, ну только вот в таком виде, ему минимум 100 лет То есть тут точные даты не скажешь, но минимум 100 Как бы и, ну знаете, вот 100 лет существует прибор Наверняка же был какой-то чудик, который туда чай сыпал, еще что-то То есть это из русского Даже об одном чудике из Владивостока я помню, мы как-то встречались И он захлеб мне рассказывал о том, как интересно было Он приготовил какой-то чай в сифоне Это уже было тогда, когда мы вовсю этим устройством пользовались Вот, ну как бы, на самом деле, вы прекрасно понимаете разницу между попробовал и, как это, прикололся И разницей между попробовал и разработал концепцию Так вот именно Сергей Харульский является тем человеком, который не просто попробовал и прикололся Причем, ну как, элемент прикола, наверное, тоже в этом присутствовал До сих пор есть Но переработал конструкцию сифона Значит, разработал рецепты Разработал концепцию использования сифона для приготовления разных чаев Для подачи чаев в разных условиях и прочее, и прочее, и прочее То есть фактически, ну как, если на белом свете существует живой автор концепции Ролик о сифоне надо делать с ним Как о живой Да, и скорее о нем, чем о сифоне Но, значит, ролик о Сергее Харульском и его вкладе в сифонизацию чая Его, конечно, просто для того, чтобы соблюсти формальности Необходимо начать с короткоисторической справки Значит... О сифоне О сифоне Хорошо Значит, о сифоне На самом деле, все маломальские сведущие в сифонизации люди Прекрасно знают, что сифон это изначально кофеварка Появился он на свет, как попытка решить проблему некий печенья кофе в процессе его приготовления Где-то в районе 18 века люди, которые занимаются кофе, смекнули, что если кофе кипятить, он получается менее вкусным, чем если его приготовить каким-нибудь другим способом Да, он теряет аромат Вот И начались всякие разные хитрые кофейные изыскания Одним из результатов этих изысканий была придумка вот этой концепции сифона Которая технически, и мы потом посмотрим на примере разных сифонов, может быть воплощена совершенно по-разному И если ударяться в исторические изыскания, а это тоже очень интересная тема В Англии, например, есть человек, которого зовут Брайан Харрис, который занимается историей сифонов И вот значительная часть фактов, которые мы сейчас перечисляем, они как-то вытащены из его источников Так вот, он упоминает очень много дат Например, он упоминает патент 1839 года, в котором было упомянуто похожее на сифон устройство И этот патент ссылался на ранние разработки то ли американцев, то ли еще кого-то Хотя сам патент был французским Значит, но вот мы между собой решили, что мы будем добрым словом упоминать мадам Васье Значит Знаете мою приверженность французскому языку, не французскому, поэтому это не просто так Бытовая франкофилия Значит, мадам Васье, она в 1841 году запатентовала прибор, который уже практически до степени смешения напоминал современный сифон Но у него был один нюанс, у него был носик сбоку, вот где-то здесь Через который производился слив готового продукта Потом покажут, что носик есть у бельгийского собрата, но о нем чуть позже Да, о нем чуть позже Значит, и в принципе, вот основным таким родством сифона, который придумала мадам Васье с современными сифонами Было то, что его колбы были выполнены из стекла Вот эта штука, она на наш взгляд оказалась ключевым моментом в истории сифона Почему? Потому что сифон из дурацкой кофеварки, которую надо прятать от приличных людей Превратился в салонный прибор, потому что его стало можно показывать людям Эта штукенция получила название французского баллона, да, там, как скажи Френч баллон Вот, молодец Баллон фон сэн Почему-то в истории упоминается в английском варианте как френч баллон В английском варианте, да Значит, сифон без носика Ну, то есть, понятно, что когда сифон с носиком, мы открываем здесь краник, из него выливается кофе Ну, тогда еще кофе А сифон без носика Не наливается, а выливается в чашечки Сифон без носика, слив готового напитка, из которого производится через горловину нижней колбы Был запатентован в 1914 году, по-моему, в Америке Но, значит, о чем надо сказать сразу Ни прибор Мадам Восье, ни тот прибор, который был запатентован в 1914 году Такого сногсшибательного успеха, ну, как бы, наверное, ожидаемого не получили Дело в том, что старое стекло, вот то старинное, оно было очень капризным То есть, оно лопалось от перегрева, оно лопалось от перепада температур Эту проблему пытались решить, то есть, например, вот на спиртовой горелке, которая стояла под сифоном Была фактически такая система пожаротушения То есть, они там пытались делать температурные датчики Но, как вы прекрасно понимаете, в конце 19-го, начале 20-го века это было довольно сложно И приготовление кофе в сифоне, ну, да, носило параноидальный характер То есть, надо было сидеть и ждать, пока он не перегреется Но при этом сифон более или менее постоянно в культуре присутствовал, как кофеварка Но, знаете, вот если так сильно очень перелопатить материалы Вот, захотите, проверьте Есть такой советский фильм «Весна», совершенно чудесный фильм Там Любовь Орлова, Фаина Раневская Так вот, там Раневская подает Орловой кофе в сифоне Немножко не в таком, но в похожем Если мы берем еще какие-то фильмы Вот «Как украсть миллион» Где Одри Херберн, уже после того, как они все украли Они сидят в Рице во Франции, и им приносят кофе Как там Питер Утул, да, автор Им приносят кофе вот абсолютно в таком же сифоне, только не в купырчатом То есть, там уже, как это, совпадение Купырчатый – это наше все Да, это наше, значит, до степени смешения Ну, и кому хочется совсем уж современной истории В клипе Билли Джоэла «We didn't start the fire» Там на 30-й секунде, по-моему, на газовой плите В американской семье стоит вполне себе кофейный сифон Только, ну, который вот на газ ставится То есть, короче говоря, прибор в культуре, он присутствовал Как кофеварка И как кофеварка он себя полностью реализовал в Юго-Восточной Азии То есть, вот если вы… И в Японии И в Японии, да Если вы попадете на Тайвань и придете там в кофейный бар Причем в каком-нибудь доме колхозника Там в какой-нибудь Хуаляне, значит Вот Он будет заставлен сифонами… Простяк у меня жители Хуаляне, да Значит, вот Он будет заставлен сифонами, как алхимическая лаборатория С разными размерами колб и прочее, и прочее, и прочее Если вы придете на Тайвань в супермаркет Там как бы будут модели сифонов с электрогрелками, без электрогрелок И со всякими прочими штуками Короче говоря, когда вот, ну, господин Хорорский В 2004 году приехал на Тайвань и увидел там сифоны Не в первый раз Не в первый раз, да Произошла какая-то ситуация Которая привела к появлению, превращению сифона кофейного в сифон чай Ну, вот, собственно, наверное, об этой ситуации сейчас и имеет смысл поговорить уже с непосредственным ее виновником И, Сергей, первый вопрос Как ты все это придумал? Ну, то есть, буквально, с чего все началось? Увидел, замер, екнул? Ну, все было приблизительно так, как ты и говоришь, Денис В 2004 году, в самом начале нашего длинного увлекательного чайного пути Когда мы искали вместе пути для качественной и в то же время зрелищной подачи чая в ресторане Мы решили проблему подачи стекленогреющей свечи светлых чаев Классических, черных, называемых китайцами красными чаев Но оставалось загвоздка, как правильно подать шу-пуэр Потому что для того, чтобы шу-пуэр давал тот вкус и аромат, к которому мы хотели, чтобы привыкли гости Было необходимо подвергнуть этот чай хорошей термической обработке На тот момент этот вопрос решался либо завариванием методом лу-юэ Как уважаемый мной и тобой, Денис Думаю, господин Баев на тот момент подчевал публику Но далеко не в каждом ресторане можно было это использовать Можно было готовить шу-пуэр в каких-либо чугунных, либо керамических чайниках Но тогда терялся эффект красоты заваривания, собственно говоря, чая Сифон я видел до того момента, когда произошло это озарение свыше Использовать его для приготовления чаев Несколько раз заранее Но каждый раз, когда он привлекал мое внимание Мое внимание угасало при виде спиртовой лампы Которая использовалась как главный элемент нагрева воды в нижней колбе Все дело в том, что на Тайване для спиртовых используют в основном метиловый спирт А метиловый спирт, его испарение, как вы сами понимаете Далеко не полезно для нашего с вами организма Использовать тот спирт, который продают у нас даже в аптеке Или через каких-то своих знакомых можно было доставать его на ферме уважаемого господина Бронцалова Все равно он был такого качества, что после первого же использования Вся колба покрывалась некрасивой черной копотью И это было неэстетично, непрактично И невозможно было регулировать интенсивность горения И вот как-то осенью 2004 года при очередном визите завода Яма Глаз С которой мы до сих пор успешно сотрудничаем Я приехал заказывать очередную партию нашей посуды И вдруг Лика, уважаемая хозяйка этого завода Предложила мне заварить кофе Лувак Настоящий кофе Лувак из Индонезии, который многие из вас слышали Из уважения к ней я согласился, я небольшой поклонник кофе Лувак Брезвый Небольшой поклонник Остановимся на этом И тут, о чудо, ее помощница вынесла вот этот агрегат Открыла вентил, он зашипел, она нажала кнопочку И появилось красивое голубое пламя И когда я увидел, что существует такая газовая горелка Которая великолепно агрегируется сифоном И ее можно использовать для приготовления напитка У меня моментально в голове пазл сложился И я понял, каким способом обязательно нужно попробовать заварить чай И в этот же вечер у нас в офисе НДВН я приготовил шу-пуэр И понеслась, да? И результат, мягко выражаясь, меня порадовался Ну да, то есть у меня в хозяйстве сифон появился почти сразу В 2005 году, по-моему, я как-то утащил свой первый сифон домой Значит, самые первые опыты были именно с шу-пуэром Да, именно шу-пуэр является соавтором рождения концепции заваривания чая в сифоне Давай сразу сделаем шу-пуэр, для того, чтобы как это? Историческая реконструкция была О чайке, я всегда говорю, что рассказывать о чае в сухую Это вообще глупое и скучное занятие Значит, мы сразу будем превращать рассказ о сифоне фактически в инструкцию Совершенно справедливо, только что хотел об этом сказать Что очень часто люди задают вопросы А вот у меня не то, а вот у меня там что-то лопнуло А у меня вот там что-то не отфильтровалось и так далее и тому подобное Поэтому я сейчас вкратце скажу вам основные моменты Которые нужно соблюдать для того, чтобы приготовление чая в сифоне Доставляло удовольствие вам, радость окружающим И не приносило вам никаких мук и ожог Значит, из чего, собственно говоря, состоит чайно-кофейный сифон? Он состоит из штатива с цанговым зажимом для нижней колбы Собственно, нижней колбы, на которой нанесена специальная риска Для того, чтобы знать, какое количество воды необходимо в нее наливать Наши сифоны сделаны именно для чая Здесь нет градации на 2-3-5 чашек У нас есть четкая градация, это полулитровый сифон И риск установлен на том отметке, куда вы наливаете ровно пол-литра воды Далее мы с вами имеем еще одну колбу Это верхняя колба, которая потом будет вставляться в нижнюю колбу Фильтр, который не позволяет листьям попасть в нижнюю колбу Этот фильтр особого устройства, он раскручивающийся Внутри вставляется металлическая ситечка Которая превосходно работает и позволяет нам создать тот эффект, который мы хотим получить при заваривании чая Вот эта металлическая ситечка, когда она появилась в свое время, окончательно гармонизировала меня с сифоном Потому что изначально мы использовали втяневый фильтр, который быстро засорялся И который был в принципе, ну вызывал вопросы с точки зрения гигиеничности Потому что он терял цвет А вот металлическая все, сделала жизнь счастливой Пока Сергей заправляет ситечка Да, очень важный момент, об нём надо сказать Вот смотрите, когда мы вставляем ситечка в верхнюю колбу Очень важный вопрос, что нужно сделать Вот эта цепочка, она существует не просто так На конце фильтра есть специальный крючок Которым фильтр фиксируется на ножке верхней колбы Если вы будете забывать это сделать То в самый ответственный момент вместе с поднимающейся водой Всплывёт ваша ситечка, перемешается с завариванием чаем И весь эффект будет испорчен Но визуальный эффект сохранится То есть, а вот заварка получится плохой Значит, что хочется в качестве ремарки вставить Несмотря на то, что вот инструкция, которая сейчас здесь происходит Она выглядит очень просто Надо очень чётко понимать, что сифон всё-таки Это довольно сложный прибор И когда вы первый раз что-то делаете с сифоном Ну, рука где-то дрогнет, что-то где-то звягнет Что-то где-то не докрутится Ну, люди волнуются Очень важным фактором в эффективной работе с сифоном Является опыт, который на самом деле накапливается за два дня То есть, сифон это прибор, к которому должны привыкнуть руки После того, как руки привыкнут То есть, ну, я не знаю Он становится просто продолжением этих рук Работать с ним становится удобно Он перестаёт быть Ну, вот изначально всё-таки мы его позиционировали отчасти как экзотику То есть, там, приколитесь как мы можем Сейчас это абсолютно будничный А сейчас это рабочий инструмент абсолютно повседневный, будничный и очень удобный Что очень важно сказать, говоря о сифоне Я буду показывать правильный хват и правильные движения Если вы их запомните, вам с самого начала работать с сифоном будет просто и удобно Что нужно сказать о воде, которую мы используем для приготовления чая в сифоне Мы можем использовать холодную воду или комнатную температуру Но это убьёт всю динамику заваривания в чае И, в принципе, это не очень важно Органолептическая разница будет, но она минимальна Чай будет чуть-чуть лучше Но для того, чтобы вскипятить воду в нижней колбе Нам потребуется от 10 до 12 минут Понимаете, что это, конечно, пафос момента намного... Ну, дома с девушкой, конечно Вам виднее, Денис Александрович Вот, а я изначально использую заранее вскипячённую воду Почему? Объясню дальше Ну, понятно, что это важно для динамики То есть, это происходит намного быстрее Я наливаю ровно пол витра по риску Сифон требует каких-то элементарных действий Которые ты делаешь уже на автомате Грубо говоря, если снаружи нижние колбы появляются, я их лучше вытереть Потому что иначе они могут капнуть на газовую горелку Ни к чему Проблем не будет Потому что у нас всегда есть чайное полотенце Я просто очень суетлив Мы с вами налили пол-литра горячей воды Вставили верхнюю колбу в нижнюю Взяли заранее приготовленное полотенце Он выступает у нас в качестве изолятора И прижали одну колбу к другой Добившись тем самым необходимого уплотнения Если вы этого не сделаете, на самом деле Ну, как бы, честно говоря, с нашими сифонами такого уже давно не случалось Но теоретически это возможно Если колбы не плотно прилегают друг к другу Нужные для того, чтобы создавать внутри нижней колбы пар Будет выходить через дырки Будет травить и вода начнет бурлить Но не пойдет наверху Не поднимется, да То есть очень огорчительно Так, значит, сначала мы сделаем просто чистый пупуэр В том виде, как это было с самого начала Ничего, никаких изысков Сифон, горячая вода и шу-пуэр Реконструкция, кстати, не идеально полная Потому что первые сифоны, которые мы использовали Они были еще все-таки кофейными У них были прямые колбы без пупырышек Но про это ты, наверное, расскажешь В этих пупырышках есть тайный смысл Впрочем, во всем, что мы делаем Значит, количество чая, которое мы приблизительно используем Для приготовления в сифоне Это от 5 до 7 грамм Для того, чтобы получить достаточно насыщенный, вкусный напиток В частности, речь идет о шу-пуэр Итак, после того, как мы высыпали в верхнюю колбу заранее приготовленный чай Подставка, в которой стояла верхняя колба Она превращается в крышку Легнее движение Мы закрываем крышку Открываем газ, он зашипит И вот чудо, пьезоэлемент поджигает газ Ты так рассказываешь, как будто ты меня убедить хочешь На самом деле Ты зря так вот не изговоришь Потому что я в прошлый раз сказал, что я прикалываюсь каждый раз, когда готовлю чай в сифоне Каждый раз это доставляет мне истинное наслаждение Да, и вы знаете, грубо говоря, за 10 уже, даже больше лет использования сифона Значит, две колбы я разбил в самолете Ну, в смысле, в чемодане их разбили Одну колбу я разбил дома, уронив на нее то ли фотоаппарат, то ли еще что-то И одну колбу мне разбили люди, которые просто взяли сифон попользовать Ну, то есть, в нормальной повседневной работе сифон зарекомендовал себя очень надежным прибором Хотя у нас были казусы Пока вы, Денис Александрович, сделали акцент на том, что у вас аж целых три колбы разбились То есть, человек может быть забыть о том, что это произошло на протяжении 10 лет Да, 10 лет Но про три закона Да, и это самое, ни одна не разбилась в процессе использования Значит, прибор зарекомендовал себя очень надежной железкой и стекляшкой Хотя у нас случались казусы, мы как-то перегрели нижнюю колбу Это все зависит от интенсивности работы И еще один маленький момент Кстати, Денис, я хотел бы тебя попросить принести мне чашечку с холодной водой Давай, говори Итак, что у нас сейчас происходит То есть, при нагревании вода начинает испаряться Пар создает избыточное давление Давление выталкивает остатки воды из нижней колбы в верхнюю И вслед за поднявшейся водой устремляется пар и воздух Вот этот воздух в виде пузырей, растворяющихся в верхней колбе Насыщает настой большим количеством кислорода А вы знаете, что присутствие кислорода в напитке улучшает его органолептические свойства И кроме этого, вот это постоянное бурление Великолепно экстрагирует полезные вещества Из тех листьев, которые мы в данный момент с вами завариваем Прошу прощения В верхней колбе Сколько идет процесс заваривания? В зависимости от того, насколько крепкий напиток мы с вами хотим получить От одной до двух минут Сейчас где-то это приблизительно прошла, наверное, у нас с вами минута Чай получился красивый, насыщенный И сейчас вы увидите то самое главное, ради чего, в общем-то, мы завариваем чай в сифоне в ресторанах Волшебная кисточка Вот этот эффект, когда я его первый раз увидел, приготовив в данном устройстве Пуэр Меня настолько поразило, что я не перестаю удивляться до сих пор Насколько я помню, этот эффект, он все-таки был бонусом То есть изначально, когда мы принимали решение об использовании сифона Мы этого пшики не знали Тут надо очень четко понимать, что кофе в сифоне-то готовится по такому же принципу Ну, там помол важно подобрать правильный, да? Но эффекта нет, динамика другая Кофе более тягущий напиток Поэтому он так спокойно, туда-сюда А чай может быть энергичен Кстати, извините, давай Если бы попозже, здесь еще немножко очень важных моментов о том, как правильно пользоваться этим устройством Чтобы избежать каких-либо травм, ожогов и повреждений, собственно говоря, оборудования Значит, после того, как у нас настой из верхней колбы эффектно опустился в колбу нижнюю С одновременной вакуумной экстракцией эфирных масел Мы с вами должны извлечь верхнюю колбу из нижней Для того, чтобы сделать это безболезненно Мы берем с вами заранее приготовленное полотенце Беремся за лапки зажима Как бы обездвиживаем сифон Ни в коем случае не вращаем верхнюю колбу Там нет никакой резьбы А просто покачиваем от себя на себя и тянем аккуратно вверх Все элементарно Верхняя колба извлекает своей нижней подруге После этого мы с вами берем заранее приготовленный сосуд В данном случае полулитровый чайник В который мы эффектно перельем свежезаваренный чай Смотрите, как я берусь за штатив Я не берусь за верхнюю часть Я всегда берусь за нижнюю часть штатива Почему? Потому что именно такой хват позволяет мне Очень аккуратно и легко манипулировать Собственно говоря, нижней частью сифона И одновременно изолирует мою руку от горячей нижней колбы После того, как мы с вами переливаем наш настой Заранее приготовленный чайник Это может быть стеклянный чайник Это может быть фарфоровый чайник В данном моменте это уже не так важно Потому что напиток наш готов Приготовили мы его весьма зрелищным способом После этого мы, если не хотим пить его немедленно Помещаем его на подставку с греющей свечой Вот приблизительно то, как мы изначально Такова была сифонизация чая по состоянию на 2005 год То есть у нас было очень четкое понимание Что сифон очень хорошо подходит для того, чтобы готовить в нем шу-пуэр Первый момент, так скажем, чайных опытов с сифоном Это, если не ошибаюсь, был 2005, наверное Или, может быть, 2006 год, сейчас не вспомню Это была выставка «Пир по Волжье» В этом году, я слышал, будет снова «Пир по Волжье» После восьмилетнего перерыва То есть это было где-то порядка восьми лет назад Мы сделали тогда моим коллегой Денисом Старовером Ему большая благодарность за выдвинутую им идею Сильно устав на выставке Мы пришли в ресторан «Бахетле» Замечательный ресторан «Канпай», который существует в Казани До сих пор, с которым мы до сих пор успешно сотрудничаем И, сев за столик, обнажив сифон Мы подумали, а что бы нам заварить И обнаружили, что из тех образцов, которые у нас были с собой под рукой Было два самых отборных чая Один был темный чай, это был красный рубиновый И второй чай, это был великолепный бирюзовый слабо ферментированный лун С грушевой горы Лун Лишай И Денис сказал А давай сварим их вместе Смешали Три грамма, рубиновые три грамма луны с грушевой горы Приготовили их в сифоне И получились совершенно фантастически интересные результаты Чай по цвету напоминал, собственно, качественный классический черный чай Или красный по-китайски Но имел при этом, в момент перелива Он давал очень красивый такой оливковый оттенок И по вкусу Первое, когда вы делали глоток Вы понимали, что вы пьете красный чай А в послевкусии приходило улумское И мы поняли, что здесь есть над чем поработать Вот с этого момента и началась Началась серьезная история чайного сифона Как основа вот такого современного Интересного русского гастра Чаепития Сифон в этом отношении удивительный прибор Потому что он при всей своей безусловной зрелищности Вы это только что имели возможность пронаблюдать Он еще и готовит великолепного качества продукта То есть чай, который мы с вами готовим в сифоне Обладает целым рядом достоинств То есть он получается очень таким округлым Очень емким Те люди, которые впервые знакомятся с шу-пуэром Очень часто им бывает Не нравится резкий вкус Резкий аромат Если вы приготовите первый ваш шу-пуэр В сифоне То практически гарантировано отсутствие Вот этих неприятностей Плюс у него есть еще, конечно, одно достоинство Вот мы сварили этот пуэр один раз И как это? Его не надо выбрасывать То есть фактически Эту же самую порцию пуэра Ее можно приготовить будет Еще раз, еще два Потом туда чего-нибудь добавить Или сразу Да, или сразу Мне кажется, надо чего-нибудь добавить То есть мы можем показать сразу Как И мы заодно покажем эволюцию Нашей работы с сифоной Как рождалась идея гастро-чая На примере вот этого же самого Шу-пуэра Понятно, что Все рождалось методом проб и ошибок Вот тот ассортимент Добавок, который вы видите сейчас Возле он не видит Перечисляю Значит, у нас на столе находится Свежий тимьян Он же чабрец Свежая перечная мята Соломка нарезанной цедры апельсина Соломка Свеже нарезанного корня имбиря И высокогорная вяленая слива В перце чили И совершенно чудесная Цедра японского лимончика Юдзу Любезно предоставленная нами Господами Жакачевыми Из Японии Прямо в кастрюльке из Японии Аромат, конечно, совершенно потрясающий Итак Вот те ингредиенты, которые находятся у нас сейчас на столе Они могут быть использованы при повторном заваривании Этого самого базового, обычного Без каких-либо выкрутасов Шу-пуэра Чая хорошего, вкусного, исключительно полезного Да, и на самом деле Использование всех этих добавок Оно, ну как, не исключает шу-пуэр Дело в том, что когда речь идет о каком-то живом чайном шоу Обычно мы делаем все то же самое, что делаем сейчас То есть мы сначала даем людям попробовать чистый чай Это интересно, вкусно Потом начинаем в этот чай делать всякие добавки Потому что, ну, в принципе, любое шоу Это такая динамическая структура В нем должно что-то происходить И то, что происходит сейчас Должно быть связано с тем, что было И с тем, что будет Именно поэтому очень удобно Делать вот такую сифонизацию последовательную То есть сначала чистый чай, потом чай с добавкой Ну, в принципе, да С одной, второй, третьей Ну, потом еще идут, соответственно, специфические чайные закуски Но это отдельная совершенно тема Да, и потом алкоголь Да Значит, смотрите Пока Денис рассказывал Я добавил в нижнюю колбу небольшое количество воды Для чего я это сделал? Дело в том, что если мы хотим, чтобы наша нижняя колба Всегда оставалась чистой И нам не нужно было прибегать никаким ухищрением Для мытья ее изнутри После каждого использования в нее В нижнюю колбу нужно добавить немного кипяточка Ну, сполоснуть Сполоснуть и слить Ну, у меня есть чудесная доска дренажная для этого Если у вас такой доски под руками нет Вы можете спокойно использовать какую-либо чашку или пиалку Или наводмыш Ну, главное, чтобы наводмышей никто не стоял в этот момент Значит, если хочется полного такого погружения в культуру чистки труднодоступных приборов То, знаете, у компаний, которые производят бокалы Есть такие металлические шарики для чистки декантеров То есть их можно купить, засыпать Всего они типа дроби такие Только другой металл И, как это, почищать Это очень по-пижонски Но, как вы прекрасно понимаете, можно колбу повредить Век живи, век учись Для меня это откровительно В следующий раз я вам обещаю, что эти шарики здесь появятся По-моему, у Риделя они есть Я не помню сейчас, врать не буду А и крупная соль еще очень хорошо чистит То есть вот крупные кристаллы Еще великолепно чистит всем известный препарат Корега Совершенно для других целей Тоже великолепно снимает налет Но лучше всего до налета не доводить И просто добавить чуть-чуть кипяточку, сполоснуть и слить Но все равно очень приятно показать себя опытным То есть ты чистили всяким На самом деле, знаете Когда ты работаешь с сифоном по оказии То, естественно, все эти правила Можно запариться на их соблюдение Но все-таки представьте себе, что вы делаете банкет на 200 человек Но ошибки неизбежны Но ни одна из этих ошибок не является фатальной То есть, грубо говоря, если у вас, ну, застоялся чай в нижней колбле Вы ее очистите, безусловно Просто, ну, до этого действительно лучше не доводить Но если довели Не, надо сказать не так Надо сказать, если довели, вам придется купить у вас новую нижнюю колбу Спасибо за хороший рекламный ход А теперь я все-таки попробую сконцентрировать ваше внимание на том Чем мы, собственно говоря, сейчас будем заниматься Будем мы с вами заниматься повторным завариванием шу-пуэра Того же самого, который был, соответственно, у нас заварен первый раз Но уже с некоторыми наполнителями Мы не будем сейчас использовать абсолютно все Мы не будем здесь делать некое подобие свального греха Потому что у нас и так уже хватит нам сутунизма Вот в чем нас только не обвиняют Поэтому я сделаю определенный набор ингредиентов Но я вам гарантирую, что, конечно, вкус... Мне, мне гарантирую, они не попробуют Я даже в этом очень очаровательной вере Которая следит за тем, чтобы мы присутствовали в данный момент в кадре Мы тоже дадим обязательно попробовать Оператору надо всегда наливать Не налитый оператор Это не оператор, это загубленный кадр Загубленный кадр Понятно Итак, значит, кладем имбирь, что очень важно Значит, ну, безусловно, подавляющее большинство из вас Пробовали заваривать либо чай с имбирем Либо, собственно говоря, имбирь с какими-то другими наполнителями Очень моден Ну, классический мед Мед с имбирем и так далее То есть вы знаете, насколько ядреным может быть имбирь И вот то чудо, которое дает нам сифон Это даже при очень Большом количестве Серьезном количестве, так скажем, имбиря Который мы сейчас добавим в наш полулитровый, так скажем, чайник Сифон Гарантированно ничего лишнего с точки зрения органолептики не появится В настой выйдет ровно столько, сколько нужно То есть никакой эффект вырви глаз нам не грозит Итак, что еще очень важно Значит, мы положили имбирь Теперь мы... Нет, не будем, это будет вишенкой у нас на торт Мы положим щепотку цедры свежей апельсина Положим некоторое количество свежей перечной мяты Которую мы предварительно испугаем Как это делают бармены, готовящие популярный коктейль мохито Я испугался Мы тебя испугаем еще раз Я перечная мята Мы добавим буквально одну веточку чабреца Потому что это достаточно сильный ароматический элемент Для скусу положим маленькую щепотку юдзу Мне кажется, две минуты назад ты говорил, что не будешь использовать все компоненты Однако тебя не сдержался А сапа понесло И как вишенку на торт мы добавим туда одну сливу Вот видите как Я вообще парень увлекающийся Сейчас мы посмотрим, что у нас получится Пока идет процесс Значит, когда набираешь опыт профессиональной уже такой работы с сифоном Понимаешь, что на его использовании тоже есть некоторые ограничения Сифон это прибор, который однозначно четко сработает в помещении с комнатной температурой без сильных сквозняков То есть если бы вот здесь у нас стояла сплит система Которая выдавала бы мощную струю холодного воздуха прямо на сифон Он бы работал гораздо хуже Он бы просто не работал, он не поднимался Если вынести его на мороз Например, у вас возникло искушение приготовить сифонизированный чай лыжником Где-нибудь при температуре минус 10 И вы будете это делать на улице У вас ничего не получится Нужна просто, обязательно нужна шторка Ну, шторка, да Я завалил Уже в холодной... Ну вот осенью, например, в Куршкинских горах Когда готовишь чай на свежем воздухе Он уже, ну так, тяжело им То есть это комнатный прибор Что очень важно Вот смотрите, в тот момент, когда у нас с вами начался процесс бурления Когда вся вода уже практически, ну за исключением вот Несгораемой части внизу Перешла в верхнюю колбу Мы с вами убавили интенсивность огня в газовой горелке Обязательно открыли крышку Для того, чтобы у нас остыла верхняя поверхность колбы И обязательно наш чай помешивают Это очень важно помешивать, если в нашем с вами напитке имеется более чем один ингредиент А здесь у нас, как вы видите, ингредиентов Сколько у нас их здесь? Пять Шесть? Семь Чаем семь Да, вот Спасибо У меня всегда с аритметикой было плохо И хорошо, что среди нас есть... Пальцев пять, запомни Вот это количество Это означает пять, спасибо Значит, что касается времени приготовления Оно также непродолжительное Это тоже не более чем одна минута И, как видите, чай у нас уже приобрел необходимый, красивый для Куэра цвет И на вкус он тоже будет замечательный Вот наша, сработала наша волшебная кисточка Сейчас мы... На самом деле, как вы прекрасно понимаете Вот этот вот и пшик, и кисточка Они, ну, работают... Пшик появляется, потому что охлаждается нижняя колба Довольно быстро Все секреты рассказываете Все секреты А может быть, кто-то из наших зрителей подумал Что действительно кисточка волшебная Кисточка, ну, она волшебная, естественно Но... Она волшебно охлаждает Вы можете использовать для тех же целей прохладное полотенце Просто снизу его, прижав к колбе И на самом деле, даже если... Просто подуть Да, просто подуть Если вы мощный такой надуватель грелок То можно просто подуть из себя прохладную Это даже субтильная девушка подув Быстро охлаждает Субтильные девушки по-особому дуют Поэтому у нас так не получится Все вы знаете А субтильная девушка Вот, ну и на самом деле, если вы даже ничего не будете делать Охлаждать нижнюю колбу важно в помещении, где жарко Потому что там, где жарко, соответственно, колба остывает медленно И вот этот процесс перелива из верхней колбы в нижнюю Иногда протекает достаточно вяло, неэффектно Неэффектно Тогда охладить нижнюю колбу желательно Если в помещении достаточно прохладно Вот этот пшик получается... И без кисточки И без кисточки, да На самом деле, наличие этого пшика Это чисто такая визуальная штучка На качество приготовленного напитка он не влияет Частично влияет Потому что улучшается вакуумная экстракция Ну, давай так считать Но, как бы, с ним все гораздо интереснее Нам очень нравятся эти сифоны Еще и потому, что они каплют эго То есть они обладают вот этим замечательным свойством чайника Вот эти все, ну, как... Эффект Пяткиля Да, да, да Штуки с наливанием высокими этими саблями И всякой прочей штукой Ну, в общем, тоже не со всякой посудой Пяткиля, это, по-моему, что-то из Довлатова Давай считать, что это уравнение Берноль Это точно не относится к этому Но, как бы, слова хорошие Звучит очень красиво Звучит красиво Это как полифенолоксидазер Да Хорошо, значит, давайте попробуем Денис, возьми, пожалуйста, у Веры бокал Потому что... Вера? Да, она тоже должна попробовать А вот тут такое подойдет Ну, мы можем так сделать Давай У нас даже фарфоровые чайники Великолепно держат каплю Вера, держи Ты не останавливайся, ты говори Я не останавливаюсь Я просто... Если бы я сейчас начал наливать в тот момент Когда ты там держал свою руку Еще страшно По минимуму... Кстати, вот, об ожогах Значит, Сергей при работе с сифоном Использует полотенце Значит, на самом деле Если вы закаленный потомок металлургов То, в принципе, можно работать и голыми руками Проблем никаких не будет Если вы... Чистые руки в перчатках Да, если вы естествующий потомок металлургов То отлично работают матерчатые перчатки Единственное, вы должны быть готовы Вот как у ликштуки Значит, если вы пролили горячее на полотенце Вы его бросили и вы спасены Если вы пролили горячее на матерчатую перчатку Ну, как бы... То ожог вам гарантирован Ну, не то, что гарантирован Но вы обожжетесь сильнее, да То есть, если вы пролили горячее на штаны Штаны надо срочно снимать В зависимости от того, в какой компании ты это сделал На кого ты пролил штаны Не штаны, а чьи штаны ты пролил Согласен Так, значит, что еще важно сказать, говоря об ожогах Это вот это устройство, которое называется газовая горелка Значит, манипулировать ей можно только Держась либо за ее тело Либо за ту ручку, которая обеспечивает подачу газа Больше ни за какие другие элементы данной горелки Браться нельзя Просто на автомате Категорически запрещено браться за диффузор Потому что эта часть горелки остается очень долго, очень горячей Поверьте, что все правила техники безопасности написаны Если не кровью, то прикипевшей, приварившейся к этой горелке кожей С моих собственных пальцев Поэтому заклинаю вас, не трогайте горелку за диффузор Страшно Если вы будете брать ее за рычажок, который обеспечивает срабатывание пьезоэлемента По причине хрупкости данного элемента и действительно приличного веса горелки Он очень быстро отламывается А вам же будет неэстетично использовать куцей Или зажигать газ, поджигать зажигалку Значит, для заправки горелок надо обязательно использовать газ с запахом Да-да-да, кстати, Денис, я попрошу принести из дегустационной У меня справа от моего трона там есть баллон Этот момент очень важный, потому что частенько люди думают, что данные газовые горелки являются родственниками газовых зажигалок Это не так Это родственники походных газовых плит И, соответственно, газовая смесь, которая используется для заправки этой газовой горелки Принципиально отличается от той газовой смеси, которая используется для зажигалок Если вы используете в этой газовой горелке, используете газ для зажигалок Вы можете получить пожар, потому что истечение совершенно другое Такие моменты мы уже наблюдали Категорически запрещается заправлять данный вид газовых горелок из баллонов С газом без запаха Для зажигалок, да Потому что газ кругом есть, а вы его не чувствуете Вот, в данном случае мы используем классический баллон для походной газовой горелки У него даже есть какой-то номер, к сожалению, я сейчас не помню Массы у него нет на 220 граммов В данном случае это корейское изделие, но они делаются и в нашей замечательной стране, и в других странах В чем его достоинство? Дело в том, что вот этот элемент, который на жаргоне называется папа Замечательно совпадает с клапаном, который находится в днище газовой горелки Который на жаргоне называется мама Не нужны никакие переходники Вы просто переворачиваете клапан вверх в саму горелку Вставляете газовый баллон и нажимаете Держите до тех пор, пока из вашей газовой горелки не польется жидкий газ Ни в коем случае не делать это в присутствии открытого огня категорически запрещено И не делайте это сразу, даже если у вас закончился газ и вам хочется немедленно его перезарядить Заряжать можно только тогда, когда диффузор остынет, иначе вы можете устроить пожар Вот эти правила техники безопасности нужно знать просто наизусть Не будем сейчас держать, потому что открытое было Не будем устраивать здесь никаких пожар Что у нас получилось? Как по вкусу? В аромате доминирует мята, во вкусе доминирует имбирь, апельсина я не чувствую, значит, чебрец Как не чувствуешь? Апельсина не чувствую Вера Чуть-чуть Давай считать, что я не прав Нет, но у меня мята не берет Нет, на вкус и цвет товарищей нет, но здесь очень... Я не могу сказать, что здесь чувствуется разница между юдзу и апельсиной Вот я чувствую цитрусовую ноту Ну, цитрусовую ноту, абсолютно точно Апельсина в ней нет Чебреца практически нету Ну, там была одна веточка, это явно недостаточно Это хорошо, потому что он задавил бы даже мята Ну, такой да, если бы были цветочки, было бы все по-другому Если бы мы были в скове, если бы у нас был добермант, если бы у нас была перчатка русской пианистки Это мы все проходили Если бы вы обратили внимание, я уже налил в нижнюю колбу воды для того, чтобы вовремя сполоснуть и оставить наш девайс чистым и практически девственным Продолжаем разговоры Значит, на самом деле, вот та модель сифона, которую мы все это время показывали Она, естественно, несмотря на то, что является нашим основным рабочим инструментом и в значительной степени нашей разработкой Она является не единственной моделью сифон То есть и раньше сифонов было много разных, и сейчас сифонов много разных Причем, ну вот, чтобы сразу так вот уйти в крайность, в самую такую хорошую, красивую технологическую крайность Мы покажем сейчас работу вот этого вот, как сифонной гребенки, да, я не знаю, как это назвать Нет, я бы, наверное, Денис, назвал не совсем так Сифон-то абсолютно тот же самый Ну да, да Используется другой нагревательный элемент Ну и другая станина Мы использовали, в первых двух случаях мы использовали газовую горелку А так как в некоторых помещениях открытый огонь запрещен И нужно было найти альтернативу И такая альтернатива была найдена в виде электрического греющего элемента, основанного на галогеновой лампе Они бывают чаще встречаются одинарные, в нашем случае нам на тестирование предоставлена такая трехкомфорочная электрическая система Причем она очень сложная, здесь существует масса всяких вариантов по программированию температур Мы это делать не будем, мы используем ее в обычном, самом простом ручном варианте И на одной комфорте, ну просто, потому что три нам сейчас завершены Ну, понятно, что подготовка сифона к работе абсолютно идентична той, которая была и в предыдущем случае Еще раз напомню о том, чтобы наши зрители не забывали о том, что при установке фильтра в верхнюю колбу Нужно не забывать фиксировать этот фильтр крючком за ножку верхней колбы У нас с вами есть кипяток и у нас есть готовая к работе электрическая горелка Два слова о том, какой чай мы предложим вашему вниманию в этот раз Говоря об истории создания вот этой всей чайно-кофейной темы Мы говорили о чае, который родился на свете благодаря Денису Староверову Это марьяж Уно с Грушевой горы и красного тайваньского рубинового чая Так как это два чая высшего качества, мы даже дали этому марьяжу такое пафосное название, как президентский чай У нас были на то основания? У нас были на то веские основания, но тогда, когда мы это придумали, основания еще не было Но адресат этот чай попробуй Опять пол литра Слушай, пока ты наливаешь воду, голоденка греет быстрее, чем горелка или медленнее? Нет, ничего лучше, чем газовая горелка, пока не придумано У меня по ощущениям она медленнее греет, чем газ Все любые другие элементы греют, конечно, хуже Но, как говорится, лучше так, чем никак Ну и при всем при том, что галогеновая лампа все-таки является удачной альтернативой газовой горелке Выглядит она тоже не так парадно Потому что, я надеюсь, еще сделают хорошие галогеновые лампы, но пока немножко более громоздко, чем хотелось Ну, иногда они отказываются в самый неподходящий момент, если мы с тобой вспомним выступление в Корее Итак, верхняя колба устанавливается в нижнюю, подставка превращается в крышку Мы устанавливаем нашу систему на боевую позицию и включаем горелку Пищит Слово «Шайтан Арба» здесь будет наиболее уместно Конечно О, загорелось У нас должен быть на лицах сейчас суеверный ужас Я не вижу большого суеверного ужаса Мы видим здесь всякие разные диаграммы, рисунки, которые нам на дисплее выводят Это «Шайтан-машина» Самое главное, чтобы она хорошо грела воду Насколько я помню, самая большая проблема бывает вовремя ее отключить Потому что она зачастую бывает умнее, чем люди ее эксплуатирующие Ну, на самом деле, надо понимать, что это не проблема галогеновой горелки Обычная галогеновая лампа, она выключается обычной кнопкой Просто здесь у нас агрегат, с которым мы... Как это? Не так часто Не так часто Не настолько на тынь, как с газовой горелкой Но это очень поучительная история Потому что заметно, насколько ловко мы обращаемся уже с обычным сифоном Ой, мамочки И насколько непривычной может быть работа с ног Но, что можно сказать абсолютно точно, то, что она греет У галогеновых ламп, конечно, есть замечательное преимущество Они дают еще вот эту веселую подсветку И, в принципе, ребята из Екатеринбурга, по-моему, делали Ну, в смысле, из чаизма Они красили стеклышко в разные цвета Да, и давали разные штуки То есть, грубо говоря, у нас здесь можно было бы покрасить в красный, желтый, зеленый И устраивать дискотеку Галогеновая дискотека Ну, как бы, это круто Но, конечно, тормоза По сравнению с... Да Справедливости ради надо сказать, что эти тормоза не очень хороши и для чая Потому что, ну, как бы... Не настолько хорошо завариваются Да, не настолько хорошо завариваются Может быть, достаточно к велу Вот, если, на самом деле, вы работаете с крупнолистовым там чаем Да, с нормальным цельнолистовым То, скорее всего, не скажется вот это вот отсутствие динамики А вот, например, мне приходилось пробовать чаи, которые приготовлены на галогеновой лампе Ну, я не знаю, там, мелколистовой цилонис какой-нибудь Или, как это... Простенький какой-нибудь китайский чай То есть, они перевариваются То есть, из-за того, что долго все очень происходит Получается, конечно, ну, такая ерунда Мы с вами уже знаем, что те чаи, которые мы используем для варки в сифоне Они обладают тем чудесным качеством, которые между собой мы называем защитой от дурака Не проймешь Да, даже галогеновая лампа Да, да, и спиртовкой, на самом деле, не проймешь Просто, честно говоря, после газовой горелки работать со спиртовкой Это вообще безобразие Ну, и тут тоже, конечно, динамика, она явно, как вы видите, уступает динамике газовой горелке Ну, как говорится Да, но зато мы сейчас можем продемонстрировать еще один элемент такой сифонной шоу программы Это когда ты... ну, у тебя процесс идет, а ты рассказываешь, насколько это все прекрасно То есть, честно говоря, когда работаешь с чаем, иногда разговоры выручают Выручают, да, потому что... Но, опять же, не каждый человек может так долго держать все нормально Мы видим, что идет... Да, идет подъем, да Мне не всегда удается так долго держать внимание гостей, для которых ты готовишь этот чудо-набиток Поэтому людям нужно обладать определенной эрудицией Да, и представьте себе, кстати, вот еще одну штуку Представьте себе, что этот прибор стоит не на столе в спокойной обстановке, где мы сейчас немножко нервничать говорим на камеру Да, а он реально стоит на дискотеке Да, я его вообще потею Значит, как бы... а он реально стоит там на дискотеке или на банкете Рядом с вами стол с алкоголем, рядом с вами стол с кондитерскими изделиями Мимо вас идут люди, и вам надо их моментально зацепить и привлечь Если у вас сифон с горелкой, все эти пшики быстрые подъемы... ну, все люди ваши, да? А теперь представьте себе, что вы стоите со скучающим видом, значит, и говорите, ну, посмотрите, ну, сейчас все будет Будет-будет, обязательно будет Сейчас оно сработает, да Поэтому, конечно, галогенка... может, на температуру не так сделали? Не-не-не, все Я очень переживаю за галогеновую лампу Не, все нормально, галогеновая лампа, все отлично Вот Хотя, наверное, ты знаешь, если это все готовится одновременно на трех сифонах, ну, как-то можно людей развлечь Можно, да Сказать, что прямо здесь инь-янь перетекает В ян Сколько раз мы говорили, что ян? Да, да Твердый знак, да Должен быть, во всяком случае Уже совсем недолго То есть, чем меньше у нас остается, как вы понимаете, влаги в нижней колбе, тем быстрее она будет нагреваться, тем быстрее она будет подниматься наверх Не утешая меня Я не утешая ее, пытаюсь вызвать сочувствие у смотрящих нас зрителей Но зато мы видим, почему у нашего замечательного сифона вот это пупырчатое оформление Потому что вот те пупырышки, которые нанесены на нижнюю часть колбы, сейчас как бы отображаются вот этим хрустальным орнаментом, который в виде конденсации появляется на верхней части колбы Получается, особенно такой хрустальный шар На самом деле у этих пупырышек есть, конечно, еще одно очень приятное назначение Которое тоже начинаешь ценить при таком тотальном использовании сифона Они скрывают мелкие огрехи ухода за стеклом То есть, грубо говоря, если у вас там где-то что-то, ну, какой-нибудь разводик остался, да, то есть, ну, бывает, ну, давайте не будем лукавить, бывает всякое Эти пупырышки его скроют, да, то есть, если бы это было чистое, прозрачное, ровное стекло, то любой непротертый огрех был бы... Ну, пока вы не протерли огрехи, наш чай все-таки начал завариваться Ну, начал он завариваться в тот момент, как его коснулась горячая вода Но, в принципе, сейчас идет процесс, я обязательно помешиваю, потому что там два ингредиента Вот, время заваривания будет меньше, чем минута, потому что достаточно долго вода подымалась наверх Я думаю, что фактически... Нажмем, да? Я думаю, что, да, можно его просто выключить, да Папах! Мы выдвинем Электричество по-прежнему в большом долгу Мы возьмем нашу чудо-кисточку И даже чудо-кисточка не дала нам возможности Слишком долго грелась колба, да, она прогрелась очень хорошо Ну, то есть, ну, да, ну, вы все понимаете, все как бы, да Почувствуйте разницу между газовой горелкой и галогеновой лампой Ну, что самое сложное Это сифон, который мы сегодня не будем для вас готовить Рычай Это сифон рычажный, или вельгийский вариант Он отличается от суперпозиционного сифона с газовой горелкой приблизительно так же, как шомпольное ружье отличается от автомата Калашникова В удобстве использования Ну, и еще такая ремарка На самом деле, вот, вы прекрасно понимаете, что вот это вот, вот это расстояние между, как это, между двумя частями сифона Оно может быть использовано по-разному То есть, у меня был опыт использования сифонов, когда мне удалось установить сюда обычную индукционную плитку То есть, и решить проблему с нагревом нижней колбы Ну, в тех условиях, когда открытый огонь был запрещен Индукционная плитка, кстати, грела быстрее, чем галогеновая лампа Получилось неплохо Ну, так вот, одна индукционная плитка, и с двух сторон ставишь на нее сифон Ничего, работать можно Ну, работать можно и с этим, как бы, устройством Главное наловчиться Но вы понимаете, что ничего лучше газовой горелки в тех условиях, когда можно ей пользоваться Вы все равно, как альтернативу, не найдете Ну, а дальше все тоже самое Хочу дать понюхать нашему скептичному другу Шумакова Кстати, вот этот вот способ предоставления гостям на понюхать Он тоже является очень важной фишкой в сифонной подаче Здесь у нас сейчас, в общем, два чая с предсказуемым ароматом Кстати, это тоже одна из приятных фишек сифона То, что она не делает расколбас из ароматов То есть мы вот нюхаем купаж из лишания и рубинового И в этом аромате совершенно спокойно разделяются лишань и рубиновый Я даже скажу, что они, наверное, не разделяются, они взаимодополняют друг друга Ну, мы с тобой просто по-разному называем один и те же вещи А еще я хотел бы сказать о том, что если говорить о чай, многокомпонентном чая Который мы с вами готовим в сифоне Его можно в готовом виде, когда он уже заварен, сравнить с бриллиантом То есть если до момента заваривания это как алмаз То после заваривания чая, многокомпонентном, он становится бриллиантом Потому что мы имеем с вами красивый, вкусный напиток Который переливается разными гранями Настолько это все органично и здорово Хорошо пахнет? Да, хорошо пахнет Так, теперь мы это перельем и будем с удовольствием пробовать А далее мы покажем еще один вариант сифона Сифон, который носит гордое название «Семелье» Потому что в своей форме он напоминает качественный декантор И в нем мы приготовим светлый многокомпонентный настой Но уже на газовой горелке Научиться так переливать чай из сифона в чайник Можно натренироваться лучше на холодной воде По избежанию приятных казусов Хорошо И помните, добавляем чуть-чуть кипяточка Чтобы ничего у нас там не прикипало Ну что, могу только пожелать приятных чай пить Давай Значит, смотрите, что получается Вот есть классический наш сифон с пупырышками Значит, мы помахали перед камерой этим самым бельгийским рычажным сифоном И сказали, что запускать его не будем Мы поработали на вот этом агрегате с тремя галогенками Неонками Где работала только одна Да, где работала только одна И сейчас покажем еще один сифон Очень красивый, хариовский, японский Тот самый, который с эмелье Да, тот самый, который с эмелье Принцип работы у него тот же самый Но форм-фактор другой Ну и очень эффектный Нам он очень нравится Он позволяет при работе обходиться без полотенца Ну, просто вы должны понимать, что Возможность работать без полотенца Обойдется вам приблизительно в три раза дороже Нежели работа с полотенцем Ну, как говорится, от каждого свое Принцип подготовки сифона Модели с эмелье К работе мало чем отличается От классического сифона яма или кона Мы вставляем Здесь, с одной стороны, менее удобный фильтр Потому что нет пупырышки, за которые его держать Но, с другой стороны, фильтр Есть уплотнительный концов Уплотнительный амортизатор Можно его бросать То есть, чисто металлический фильтр Бросать немножко боязно В стекло Далее Мы наливаем Так же, как и в тот Сифон-Нижниковый бутылок Здесь риски есть? Есть А где я не вижу? А, лежу Но здесь метка в чашках То есть, все-таки Те же самые Кофеварка Кофейник Чай, который мы будем готовить В этом удивительном устройстве Под названием «Семелье» Будет светлым Качественной основы Мы возьмем Улун с грушевой горы Ну, потому что мы можем Себе это позволить А всем остальным Желающим поэкспериментировать Предлагаем использовать Более демократичный Ведь слабо ферментированного Улуна Такого, как, скажем Весна четырех сезонов Сэнзэчуни Или нефритов Да Состоятельные парни Работают Или те, которые Как говорил Райкин Что охраняем, то и имеем Могут позволить себе Улун с грушевой горы Мы вставляем Вверхную кобу В нижнюю Вот еще раз Чисто в дидактических целях Обращаю внимание Насколько по-разному Работаешь с привычными И с непривычными инструментами То есть Просто если вы, например Захотите Посмотреть На разные Разные этапы Приобретения опыта Посмотрите, как Сергей работает С привычным сифоном А как он работает С непривычным сифоном Вам сразу станет все ясно Повторяю вот уже высказанную мысль Ловкая работа с сифоном Приходит в процессе тренировки Если вы думаете Что я с этим сифоном не работал Вы заблуждаетесь Но ты очень неуверенно себя чувствуешь Ну просто он стоит Несколько К непривычной позиции Ну да, в непривычной позиции Да, исключительно с этим сифоном Ну давай будем считать Что это драматуре Так должно было быть Так и есть То есть фактически все то же самое Подставка превратилась В крышку Мне нужна газовая горелка И мы запускаем Обратите внимание Что по сравнению Какая скорость нагрева воды Будет в данном варианте С газовой горелкой По сравнению С тем фактическим учением Которое мы видели На галогеновой лампе Спиртовка будет Побыстрее Галогенки Но медленнее Газовой горелки Ну потому что Спиртовых сифонов тоже Здесь еще очень удачная Форма донышка Соответственно Тепло распространится По всей поверхности И у нас практически Мгновенно Появляется И теперь послушайте Это приятное Мелодичное Отрескивание Это играет Цепочка Фильтра Это не крышка Ничего себе А я думал крышка Прикольно То есть Практически Заваривание Происходит Моментально Удивительно Красивый цвет Настой Но это уже Не зависит От модели Сифона Это зависит От ингредиентов Всегда приятно Заваривать Светлый чай Со свежими Травами Мята В этом отношении Конечно Очень выигрышная Ее хорошо Заваривать И с темными чаями И со светлыми Вот этот Яркий Цвет Зелени Очень выигрышен Ну вот фактически Наш чай уже готов То есть С точки зрения Технологичности Приготовления Чая в сифоне Это конечно Удивительно Это очень быстро И те люди Которые думают Что это долго И нудно И неинтересно Попробовав Где Да И пшик хороший Очень красивый Вот этот Годный прибор Я его первый раз В работе просто вижу Ну в смысле Так близко Да То есть Нормально На самом деле Все очень удобно Видите Нам не требуется Никаких дополнительных Аксессуаров Для того Чтобы извлечь Верхняя колба Из нижней Вставляем Нижнюю Имеем возможность Продегустировать аромат Ну с ароматом Все хорошо Традиционно Да Аромат И еще одна Прикольная штука Этот сифон парит Ну то есть Вот Ну Дает красивый И что еще Очень интересно В принципе Вот он реально Не требует Как бы Обязательной Декантации Переливов Какую-то В принципе Можно конечно И обычный сифон Использовать Из нижней Колбы Разливать По чашкам Просто Из чайника Удобнее А здесь За счет того Что имеется Уже Приготовленный Носик Носик Если Денис Ты не дашь Чистую Пялку То я с удовольствием Пялку Давай идти нам Не-не-не Можем пялочку Вот Илья Дай нам Пожалуйста Давай Спасибо Вот Я просто покажу Насколько Удобно Переливать Из него Чай А прямо В этой штуке Его нельзя держать Нет То есть Вынимать надо Обязательно Штуку Как ты выражаешь Или штатив Это вы более правильно Мы просто Поставим На другое место Чтобы это нам не мешало Вот видите Я держу здесь Спокойно Фактически Кипяток Благодаря Имеющейся в наличии Силиконовой накладки И его же будем Поставить Да Ну и Помимо того Что вот Сифоны Бывают разных форм Да Ну вот Все-таки наш базовый Сифон Это вот Вот этот вот С такими круглыми Пупырчатыми колбами Он бывает В самых разных комплектациях То есть вот Грубо говоря Вот собственно Та концепция О которой мы говорили В самом начале Она заключается Не только в том Что есть разные рецепты Есть наработанные Какие-то приемы работы А есть еще Ну скажем так Варианты Как делать С помощью этого сифона Красиво То есть Причем в разных местах Да В разных местах Вот То есть если Действительно Мы готовим Банкет У нас машина Мы привозим туда Кучу разных сифонов Или вот этот агрегат Там еще что-то Вот Грубо говоря Если нам надо Выскочить из дому И сработать с одним сифоном Мы берем сифон В таком виде То есть это вот Чемоданчик Вот Как это? Тревожный То есть я Когда мне надо Производить Шокирующее впечатление Называю его Чайный сакваяж Походным набором Чайного альфа самца Значит Вот То есть здесь внутри сифон Набор пиалочек Мощная инструкция И всякие прочие Приятные Обильно Иллюстрированная Цветными картинка Да Обильно иллюстрированная Вот То есть существуют Такие же ящики В роскошном подарочном Исполнении Такие большие Но я вам показывать не буду Полированные Да я его не подниму просто Вот Это самое Ну то есть на самом деле Получается что Вот этот вот сифонный мир Причем такой рабочий То есть понятно что Вот например Рычажный сифон Мы держим просто потому что Ну как это методическое посудие Если мы профессионалы Он у нас должен быть На самом деле Наверное Можно завести себе Этот сифон Который без горелок Который на газ ставится То есть Ну фактически У нас просто У нас нету просто такой горелки Да у нас просто нет такой горелки То есть Но при этом Вот в арсенале сифонов У нас есть рабочий инструмент Вот этот круглый пупырщатый Который мы Я это называю Принципом разумной достаточности То есть в принципе По совокупности Своих положительных свойств Он наверное Оптимальное решение На котором мы как бы Остановились У нас есть возможности Как бы Работать с другими вариантами Сифонов Но на сегодняшний день Не знаю что будет завтра Но на сегодняшний день Мы считаем Что это как раз Та золотая средина Которую мы можем Смело рекомендовать Да И плюс конечно Есть еще один Нюанс Который отвязан От конкретной модели Лучше всего Если вы привыкнете К этому сифону Эффект будет тот же самый Да то есть Поэтому ну как В любой инструментальной работе Навык Это все-таки ключевой момент Да там Правила правила Чтобы я добавил обязательно Мы почему-то забыли Об этом сказать Но при выборе сифона Если кого-то из вас Заинтересует подача И заваривание чая в сифоне Всегда обращайте внимание На качество материала Из которых эти сифоны изготовлены Стекло и резина Стекло и резина Стекло обязательно должно быть Боросиликатным В нашем случае Это как со стеклом Компании Яма Как со стеклом Компании Харио Или Компании Яма Печь у них абсолютно одинаковая Наше боросиликатное стекло Варится при температуре 1600 градусов И абсолютно не боится Никаких перепадов температуры Поэтому я совершенно смело Холодной водой Смазываю раскаленную поверхность Не боясь при этом Что наши клубы ловнет И очень важно Важно качество резины Которая используется для уплотнителя Чтобы не было постороннего запаха Чтобы не было быстрого износа Чтобы давать им было просто удобно пользоваться Запах это ерунда По сравнению с тем Что некачественная резина Очень сильно расширяется при нагревании И потом ты верхнюю колбу Из нижней фиг достанешь А это реально опасно уже Когда ты вынужден прилагать усилия Я понимаю, что вас запах не так беспокоит Меня беспокоит У тебя тревожность по поводу запаха Мы молодцы Надеюсь, что нашим зрителям Мы не были слишком докучливыми И нудными И что то, что мы вам показали Было интересно Спасибо Приятного чайпития Чай готов